Субтитры делал DimaTorzok Гроза как наводнение, без отдыха, все миги, все мгновенья, одна сплошная молния ребром, один непрекращающийся гром. Я, столько лет глядящий на природу, такой грозы еще не видел сроду. Казалось, это день и солнце встало, казалось, это море грохотало, Казалось, этот гром и это пламя нечеловечьей злобой рождены, На землю низвергаются стволами за тучной марсианской стороны. Никто не спал, собака жалась к людям и вздрагивала вогнутой спиной. Соседи шебуршали за стеной, качались в ветви, как оттяжкой боли. Казалось, содрогался шар земной. Всем пафф-пафф, вы на Лисе Медвежьем канале, а на связи Лис Фил. Так как я живу в многоквартирном доме на последнем этаже, заверяю, это не лучший вариант для жизни. Да, из окна открывается прекраснейший вид. Но то, что я без паники отношусь к потопам в квартире, уже намекает на какие-то проблемы с психикой. Но давайте начнем сначала с самого детства. Я видела, как по весне с потолка в квартире льет вода. И постоянно наблюдала, как мама поступала в эти моменты. Но так вот случился очень показательный случай. От моего поведения даже моя мама была в шоке. Сидели дома я и две мои крестные сестры. Я их так называю, мне привычнее. А наши мамы ушли по делам. Вот в итоге осталось здесь три ребенка. К слову, я была то ли в возрасте начальных классов, то ли чуть младше, я не помню. В этот день начался сильнейший ливень. Ну и естественно крыша не выдержала. И вскоре с потолка в коридоре полилась вода. Сестры испугались. Их можно понять. Они впервые видят. И не была бы я к этому приучена, то я тоже бы не на шутку испугалась. Пока они сидели в одной из сухих комнат, то есть в моей, и звонили матерям, я на автомате выдернула из розеток все, что можно было, и поставила тазики. В какой-то момент мы решили вылезти из квартиры и встретить их в подъезде. Спустились мы, конечно же, по лестнице. И дождь был настолько сильный, а крыши настолько слабые, что лестничные пролеты превратились в водопады. Прямо до первого этажа. И вот теперь представьте картину. Три ребенка с пугаем в клетке стоят у входа в подъезд и ждут родителей. Картина маслом, я бы так сказала. Что по итогу, меня похвалили за оперативную работу, сестер успокоили. Самое неприятное, что пришлось подниматься на девятый этаж по лестнице. Ну и еще при таких наводнениях она ремонту в коридоре. К слову, нам ни разу не выплатили ни копейки за ущерб. Хотя, по идее, должны. Но мы очень мирные и не заявляли. Как вам эта история из жизни? Не забывайте писать в комментариях ваше мнение. Всем до скорых встреч!